Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Стих 2. Стих 1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Толкование. Не сказал поднимающиеся над нами, но вокруг, то есть отовсюду нас охватывающие. Свидетелями же называют не только лиц новозаветных, но и ветхозаветных. И эти последние засвидетельствовали о величии Божием, как три отрока, и Данил, и все пророки. Не сказал же все множество, но облако, как наиболее приличное в настоящем наставлении. Так как те, кому писал апостол, объяты были огнем скорбей, то, говорит, воспоминания о свидетелях, подобно облаку, охватывая вас, отовсюду освежит вас. То есть бремя земных занятий и попечения о них. Ибо, говорит, это не что иное, как тщетное бремя. Так почему же вы огорчаетесь при освобождении от них? И запинающий нас грех, или легко обладающий нами, или легко могущий подвергнуть нас беде. Ибо если мы пожелаем, то легко подчиняемся греху. Или через грех легко подпасть беде. Ибо нет ничего столь опасного, как грех. Не сказал, станем биться, или станем бороться, но ставит на вид то, что было легче всего в деле подвига. Не сказал, усилим подвиг, но будем оставаться в том самом подвиге. Одни путем воздержания, другие путем милости, третьи путем иной какой-нибудь добродетели должны подвязаться. Вы же терпением, ибо оно вам нужно, как и выше было сказано. Стих 2. 2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Полкование. То есть, если мы желаем научиться подвигу терпения, то будем взирать на Христа, как и учащиеся искусством, на учителей, о чем он и сам говорил. Научитесь от меня. Матфея 11.29. И снова, если хозяина дома назвали Вельзи вулом, не тем ли более домашних его и ученик не выше учителя? Матфея 10.24.25. Что же значат слова начальника и совершителя? То есть, сам он и веру изначально внедрил в нас. Ибо не вы меня избрали, но я избрал вас. Иоанна 15.16. Сам же и усовершает, чтобы вы обладали верой совершеннейшей. Ибо ему можно было и не пострадать, и не умереть. Будучи безгрешным, он не подлежал смерти, что и сам говорит. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Иоанна 14.30. Итак, если бы он не желал, то не был бы распят, о чем и сам говорил. Имею власть отдать жизнь мою. Иоанна 10.18. Однако он претерпел крест, то есть не просто смерть, но постыдную. И пренебрег позор такой смерти. Не сказал пренебрег печаль, ибо он без печали понес это. Видишь ли конец терпения, куда оно ведет, что и в другом месте сказал. Посему и Бог превознес его, Филиппийцам 2.9, говоря относительно плоти. Итак, он может и вам воздать за притеснение ради него, ибо престол одесную показывает равенство его с отцом. Богу нашему слава! Следующее будет 19-го, через 19-го, потом 2-го и 9-го. Еще три раза. Поэтому готовьтесь к исповеди, причастие. 19-го, буду в следующий раз, потом 2-го и 9-го. Там два дня подсквещения. Наверное, здесь было. Ну и потом уже до Пасхи, там в понедельник, как обычно. Так, причастие. Напомню вам еще раз. Когда подходите к причастию, батюшка подает ложечку, еще ложечка в рот не вошла, губы закрывает, из ложечки все выходит. Ну нельзя так, но вы как-то будьте более другим, то рот нельзя, а то не успеешь ложечку поднести, рот закрывает. Понимаете, какое искушение получается? Не торопитесь никогда, не надо торопиться. Здесь уже сказали, потому что очень это опасно. Так делай. Возьмите это себе на память всегда и подходите. Спокойно, открыли рот, если я пока ложечка не будет во рту, не надо закрывать рот, а то я только ложечку подношу, уже раз, закрывает, и губами на плат брызги. Ладно, хорошо, плат держится, чтобы попадает на плат. Вот это не должно быть никак. Так, а мне какие вопросы есть? Нет. Никаких? Надо же как, Ну что, тогда ладно. Будьте здоровы. Да, так вот. Будьте здоровы. Отвлекайся, говорит, знаешь молитву, как говорится, на память. Вышел, я на это глянул, немножко одно слово потерял, и не могу сползить. То ли еще будет. Так, Вот так. Надо его подпадывать. Я по себе говорю. Есть правило для священника, что все молитвы, которые, ну, совершаются, там, говорят, всегда должен при себе держать служебник. Всегда. Это учительное известие, что без этого не нужно, знаешь, ну, правильно, все равно держи в руках. Вот это что-то такое, знаю, ну, вышел, ну, как-то я тоже, знаю, вечернюю молитву. После первого часа, когда. Не могу никак, только взял служебник в руки, даже не открывал. Молитва пошла. Как будто бы, какая батарейка, заряда, понимаете, как это бывает. Вот так вот. И дома, когда молимся, если молишься, и что-то отвлекся, все, а дальше что, а дальше уже слова-то говоришь, а мы же это совсем там по базару ходим, где-то там с друзьями, там по делам каким-то уже пошли, это все. Поэтому, говорю, что я не молюсь все молитвы, а вычитываем, говорит, мы вычитываем, я все вычитываю. Все молитвы вычитываем. Я первый год только еще дьяконом был, но еще не воцерковленный, скажем так, был, дьякона. То есть, всех церковных порядков не знал. А в собор, где Великий пост, все подают помянники, чтобы Великий пост поминали, там каждый день поминали. Вот, пять рублей это стоило. Да. Ну, бывает так, что один чемодан, второй чемодан, третий чемодан, все-то там стоят. Ну и, а я подхожу там к настоятелю, говорю, отец, книжечки-то читать надо? А он так на меня, читать газеты дома будешь, а здесь поминать надо, молиться. А я просто говорю, читать надо эти книжечки-то, помянники-то. Я даже не сказал помянник, а книжечки эти читать. Вот так вот. Поэтому всегда нужно даже молитва, пусть не все вы молитвы вычитаете, но чтобы помолиться хотя бы. Вот она сама говорит, мы в храме, сегодня мы молились о шесть часов. Там храм освещали, изучать. Я говорю, ну, не правда, шесть часов не могли бы молиться. А о чем ты думала, ты молилась? Да я думал, когда же это все закончится. Вот так вот. Поэтому пусть она немного будет, но чтобы было от всего сердца, говорится. так. Ну, раз это нет никаких больше, тогда просите меня, Христа ради. Матушка, как у вас? Матушка, да как? Слава Богу, что, живая? Поклон от нас. батюшки дремать не дает. Матушка, батюшки дремать не дает. Спасение вам. Ничего, хорошо. Ноги болят сильно. Что-то нос с ногами, мучается, проснется, ноги болят. Виктора Андреевича нет. Где он? Что случилось? Болеет. Сказали, подали записку, Виктор Андреевич болеет. Врач болеет. Как это так? Он врач. Я когда попался в госпиталь в прошлом году, ну и зашел, когда узнали, что батюшка, а эти мужики, о, батюшка, а ты как сюда попал-то? Зачем? Я говорю, ну как? Так мы, ладно, а ты-то зачем сюда? Так февраля вроде бы не должно быть. А на всех. Все, давайте дальше. Все, продолжайте. с Богом. О болящих еще. Но Виктора Андреевича нету, это сразу чувствуется и видно. Когда кого-то из братьев, сестер нету, это чувствуется. Но когда, как говорится, на краеугольный камень выпадает, это особо чувствуется. Ну я. Со скамейки запасных, как зная техника, Ворви. Конечно, интересно, батюшка, выразился. Врач не должен болеть, да? Совсем может быть. Поэтому молитесь и за себя, и за всех. Потому что все говорят, когда болеют, когда болеют, чувствуют, молитвуются. И я чувствовал. Кстати, у меня интересно, в этом году получилось, последняя неделя перед постом, масленица, а я сидел на сухарях с водой. То есть, помните, я прохрепел предыдущее воскресенье. Это у меня, кажется, только начало было. Меня такой бронхит разразил, я думал, он на легкий вылетел. Там огнем все горело. Я есть ничего не мог просто. Неделю с температурой дома просидел. Но я знаю, за меня молятся, поэтому я там тревогу не бью. Бить буду, когда умирать начну. Речка с медом. Ну, лекарства всякие есть, да, это все известно. Главное молитва. А, кстати, еще раньше, когда я в декабре похитрился, извините, что я про себя, но пример, как говорится, по учителям. Потому что вскоре после этого заговорили про Дмитрия, за которого, помните, просили молиться. У него там страшные осложнения. А я подумал, так ведь у меня что-то похожее было. Я с гриппом свалился, три дня лежал ни жив, ни мертв. И голова страшно болела. И что самое страшное, чего никогда не было. Я вдруг наполовину оглох. То есть я чувствую, у меня все распухло. Я ничего не слышу. Слава Богу, прошло. Как говорится, победили в Божьей помощи. Положите. Я говорю, я знаю, что вы молитесь. Меня нет, вы знаете, что я болею. Все. Я когда прочитал, что у Дмитрия глухота наскупила, думаю, так я тоже был на грани, наверное. Ну, слава Богу, Бог мил. Поэтому не прекращайте молитвы. Нет человека, есть человек, неважно. Сейчас гололед. Вот после недавнего этого апокалипсиса ледяного, сейчас на дорогах просто страшно. Держитесь, берегитесь. Не дай Бог, одно падение, и костей не соберешь. Да, рассыпимся. Так, ну, кто еще у нас болящий? Ну, Любовь Петровна болеет. Валера, ты не только что у нас здоров. Кто здоров, дай Бог не болеть, кто болеет, дай Бог выздороветь. Он, Игнать психолог. Так, что-то читаем. Громче, засчитай. Управляющему СПР Трофимову ПА от Лапкина Игнатия Тихоновича. Это финансовый отдел края там или как? СПР. Сюженный фонд. Рождение 10 июня 1939 год. Место жительства город Барнаул улица Ползунова 6. Заявление. Поясняю, что за нами с женой, которой 85 лет и она очень больная и за мной мне 83 года постоянно изо дня в день ибо живем в частном доме ухаживает обиходит нас Пащенко Владимир Александрович. Он очищает территорию от снега. Завозит дрова, который сам добывает, пилит и колет. Завозит уголь и топит печь, выносит залу. Выпекает хлеб, приготовляет пищу, из колонки приносит воду и делает всю работу вплоть до выноса ночных горшков. Жена почти не ходит и у меня что-то с ногами и прочие болячки. По неделе не бываем даже в своем дворе. 4 месяца назад Пащенко Владимиру назначили впервые оклад за уход за мной. 1380 рублей в месяц. Эти гроши перечисляли на мою мизерную пенсию, которая около 13 тысяч рублей, чтобы я ему 1380 рублей отдавал. и вдруг в пенсионном узнали, что я являюсь старостой крестовоздвиженской общины православных христиан в городе Барнауле. И теперь с меня эту сумму за 4 месяца снимают с моей пенсии и прекращают выплачивать даже эти 1380 рублей навсегда. Пояснение мое состоит в том, что никогда за время существования общины за 30 лет я не получал и не получаю ни рубля, ни с кого. Звание старосты это требование управления краевой юстицией, где зарегистрирована наша община. Избираются также у нас казначей-бухгалтер, старшая сестра, смотритель за порядком, и за 30 лет ни рубля. Никто за должность не получал. У нас все делается бесплатно. Поверь во Христа Иисуса. По милости Божией я создал детский лагерь Стан и был его директором 45 лет. Построить для пребывания детей сооружение, хоррить, охранять. За все это время от государства не получено ни рубля. Бесплатно подняли тысячи детей. Ни я, ни обслуга не получали за это нигде ни рубля. Это отражено в фильмах, решениях городских властей. Тут речь не об этих несчастных рублях, а о том, что воспользовались неправдой, что будто бы я получаю деньги за должность старосты. Почему у меня такая махонькая пенсия, как у бомжа? Потому что советская власть преследовала меня 26 лет по тюрьмам и лагерям. Помилован 25 марта 1987 и освобожден. Реабилитирован 4 января 1992 года. Мне не давали работать нигде по должности прораба, а только во вневедомственной охране при милиции железнодорожного района города Барнаула, где и жил. За должность старосты я не получал никогда и ни копейки. Я отвечаю за возможность быть в этом здании, где мы молимся. Прошу не снимать с меня 1380 рублей до моей смерти. Википедия, электронный адрес Лапкин Игнатий Тихонович. В общем, дело, когда написал, я же сказал про эти 1380 за месяц. Как я даже вообразить нельзя. Это будущее поколение будут смотреть и скажут тут две цифры, два наряда сзади пропустили на газу. Я посоветовался с юристами кто имеет дело с деньгами. Провел вот такую экспедицию по разным людям. Все ответили даже не пытайтесь ничего не будет. Раз они решили, тем более уже взяли и за рта только головой отрывать можно. Не отдадут. Но они еще не знают с кем связались. Тогда я освободился, был помилован, а потом реабилитирован. Я подал в суд, что у меня изъяли. и начался суд. Так как судил меня краевой суд, то района суда у меня не было. Сразу Алтайский краевой суд, теперь он на Ленина, там где крайком партии был, сразу же не положено объясняет, параграфы, все у них. Я в прокуратуру, не положено, но однако находятся люди, которые поддерживают меня. это председатель краевого железнодорожного суда ЛИР. Он начинает помогать. Нужно узнать расценки на телевидении. Я составлял программы перевода с разных языков. Внезапно его давят. Машины его нет. То есть а куда приходим, теперь запрос сделаем в Новосибирск, в Омск, где эта цена стоит, как работает, там только корешки, все оторвано. Но однако все-таки нашлись люди, которые узнали цены, по тогдашним нормам они дожили мне 11 миллиардов рублей. Ну, цены были другие, но это все-таки большая сумма. Я отправляю в Москву. Это Российская Федерация утверждает, что не положено. Выше ее президиум Российской Федерации не положено. Я не успокаиваюсь, продолжаю. Суд шел 11 лет. Теперь Советский Союз тогда был. Я подаю суд Советского Союза. Правильно сделали. Вдруг находится женщина Амелина какая-то в президиуме, которая все отменяет и говорит, вернуть назад везде обман. Ну, сразу зашевелились. Вот, кто знает, Ремнева. Она была первым и сразу пошел по-другому. И вот, благодаря тому, что я этот выиграл, мы находимся в два домика и 13 соток. Но, когда выиграл, я сказал, теперь платите деньги. Ну, они не все отдали. А, деда, них нечего. Я не знал многого еще. Судебный исполнитель, женщина, какая-то она там Пташкина или Бабочкина, что-то такое вот. Она явилась в краю городской администрации. Они сделали так, КГБ в стороне, а виноваты сначала железнодорожный район перевели на городскую администрацию. А у меня там Баварин знакомый близко был. Просто близко знакомый. Приезжал несколько раз. Начинается дальше уже. Она говорит, если пока с Лапкиным не рассчитаетесь, арестовываются все счета бюджетников, ни один учитель, ни один врач ни рубля не получит. И вот тогда со мной они заговорили. И сказали, что нам, как с вами рассчитать. Я говорю, недвижимость. Мы хотим церковь создать. И где-то... А как? Какие условия? Я сижу в одной тут, сказать, прихожей у одного главы администрации. Ну, я так глянул. Ну, примерно вот отсюда до той стенки. Это около 100 квадратов. Я даже боюсь сказать. Ну, вот такую примеру. Отдали 226 на 2 дома. 226 квадратных метров. Ну, и приезжает тут глава администрации. Там мы на фотографии мы с Баварином стоим. Надпись его. Надпись это глубоко верующий человек. Можно так написать. Желаю вам там такое. Будете иметь место встреч, богослужений. Поэтому, когда с ним была беда большая, он попал в аварию, я всем звонил, узнавал, верующий или нет. И, наконец, узнал. Там у Золотухина с ребенком стоит, крещение было. Поэтому я прошу простить Господа. На каждый раз молюсь о нем. Как и в Стигнеев, Владимир, которым мы учились на 18-х лет, АГТУ. И вот здесь дело дошло уже выдавать. И, наконец, вот дают. Я поэтому имею этот навык, я сказал, дойду до международного студа, но 1380 вы мне отдадите. 1380, за чеевые сегодня под стакан ложен 10 тысяч. И теперь приходит вот эта бумага, еще попрошу брата нашего. Вот это все тут круто прочитать, заголовок сделай, но главное вот эту последнюю часть прочитать. А если хочешь, прочитай. Разрешите, пожалуйста, дать пояснение, потом будем бумагу читать. Мы пришли первое число февраля с этим вот заявлением. Нам выдают сведения о том, что человек, работающий пенсионер, ему не положено никаких дополнительных, то есть и по уходу не положено, и доксация пенсии не положено. Ничего не положено. И благодаря тому, что это заявление, которое сейчас прочитали, было принято руководителем, нам наш бухгалтер оформляет документы в ПФА, где дается уже о трудовой деятельности. Так как он руководитель, Игнатий Тихонович, местной нашей организации, увольнение его в 19-м годах в возрасте 80-ти лет прошел этот процесс увольнения, теперь ему положено индексацию пенсии, положено назначение компенсации по уходу, все это будет сейчас вам оглашено, зачитано. Мы получили это через 20 рабочих дней, после того, как уже имели бумагу о том, что наше заявление принято, отреагировали, и наш бухгалтер, козначей, помог нам получить все. Людмила Степановна съездила с нами туда. Не Людмила Степановна оформляла, новый бухгалтер оформляла. Людмила Степановна до вас не достучалась в то время, когда надо было 80 лет вас уволить. И поэтому вы терпели такую нужду, как объяснили нам ПФР. Они мне предложили, снимите себя, ничего не делается. Сделали сейчас. Все, Журатика, дари. У вас все вернут. Вот сейчас этот вот ответ пришел, можно зачитать. Можно сначала начать читать. Устали. Можно на одну минуточку я и сейчас будете читать. Вот этот образ я видела. Обратите внимание на глаза. Я только смотрела, вот глаза не те. А тут случайно в церкви прям смотрю, солнце падает в Дмитрия Ростовского и лежит эта икона. Вот она. Я прям так обрадовалась. Боняще. Так посмотри, я побегу. Николай чудотворщик. Тут вот этот целлофан и полухонный Николай чудотворщик. Да. И в России не понятно. Я даже не боняще. Так, все читаем. Посмотрите, с чем окончилась эта эпопия. Конец, китай на второй странице. Ну, все, шапку. Больше месяца не держали. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю. Заместитель управляющего отделением. Так, дата 22 февраля 2023 год, да? Да. Да. Потому что вообще 20-30 год. Так, все. Так, в конце. Ну, давай, отсюда. Да, да, да. Согласна. Согласно разъяснению Пенсионного Фонда Российской Федерации, работающие безвозмездно в некоммерческих организациях, в том числе религиозных, сотрудники, а также лица, осуществляющие руководящие функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, относятся к неработающим лицам. Обязанность у страхователей предъявлять сведения в территориальный орган ПФР по форме ССВМ в отношении таких лиц отсутствует. Страхователям местные... Понятно, что там нигде не отмечено, что с меня брали того, что получают. Налог-то не было нигде. А что-нибудь вернуть? Все, верну. Слушайте сейчас. Страхователям местная религиозная организация православных христиан Крестовоздвиженская община города Барнаула регистрационный номер 032 009 001 771 на вас предоставлялась ежемесячная отчетность по форме ССВМ за отчетные периоды с декабря 2019 года по декабрь 2022 года страхователь проинформирован об отсутствии обязанности предоставлять данные сведения если у гражданина нет начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование Игнатий Игнатий Тихонович сообщаем вам что страхователям отменены индивидуальные сведения по форме ССВМ за отчетные периоды с января 2022 года по декабрь 2022 года в связи с этим решение о прекращении вам ежемесячной компенсационной выплаты отменено и принято решение о продолжении ее выплаты с 1 февраля 2023 года недополученная выплата в размере 1380 рублей за февраль 2023 года будет начислена вам на счет в кредитной организации 20 февраля 2023 года далее ежемесячная компенсационная выплата будет начисляться на ваш счет в первой декаде каждого месяца вместе с пенсией подпись Н.В. Мочалова так юристы все абсолютно говорили абсолютно бесполезны еще доказательства я там 11 лет и все выиграли вот и дальше надо верить всегда что господь силен так скажи Лев Николаевна где мы в это время были у меня за инвалидность хотят посадить теперь ну мы 1 февраля пришли с вашим заявлением которое сейчас было зачитано сколько вы прошли подождите я вам объяснила что мы пришли 1 февраля и нам все пенсионному фонду вопрос решился срочно и сразу же все поняли да что вы теперь не работающий пенсионер и в конце все таки через месяц приходит эта бумага вам поясняет все вам вернут учитывая возраст и присутствие ряд заболеваний то что плохо вы слышите врач дал заключение сурдовых о оформлении нам все на инвалидность но так как есть еще общее заболевание мы прошли осмотры остальных врачей сдали обследование получили все это теперь будем ждать когда наши документы поступят нам все а там придем точно так же за свидетельством о Господе Иисусе Христе Спасителем нашим и что нам полагается Господь нам поможет иметь но так как мы завтрашний день не в наших руках должны сказать если Господу угодно и жив будем сделаем то и другое поликлиника района городская краевая везде проходили сколько он прошел и последний сам окулист он не работает то есть его нету здесь они нанимают за него он где-то и он 4 часа только не приходит надо квитке у нас квитка нету он отказывает а я считаю Игорь Игоревич Нечаев и вот он посмотри когда уже я молюсь а она с ним ну дескать ну примите ну у них больше там в коридоре нету и он берет визитку которую я ему даю и дальше начинает мне глаза там очков 30 примерял на меня очки не надо не надену он определяет вот посмотрите можно просчитать вот что он написал не видно подожди я немножко заняжу но такое не повторится больше доктор посмотрел он сказал я верующий человек когда он закончил свой осмотр открыл сразу икипедию посмотрел кто такой перед ним очень обрадовался что пришли и он нас принял ну и здесь он осмотр сделал как положено какие жалобы у человека ну что вблизи и хуже видите и дам и на оба глаза теперь он пишет что в конце диагноз установлен врач отальновых Нечаев Игорь Игоревич начальная старческая катаракта обоих глаз пресс-биопия то есть дальнозоркость у него и гиперметропия первой степени обоих глаз все сведения осмотрены он для МСВ все слава богу за все зрение у него 0,2 0,1 у психиатра были в отделе меня посчитайте в последний раз вы можете видеть а работает с компьютером почитай почитай слушайте что психиатры со мной разговаривают и что они сделали вывод какой они еще говорят я не слышу зададут вопрос она мне говорит я отвечаю слушайте Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница специалист психиатр Гузеева Татьяна Сергеевна осмотр врача жалобы нет анамнез заболевания анамнез давайте я запитаю дочитай пусть болит на приеме в сопровождении сестры со слов сестры у больного с 15 лет страдает слух в 2004 году оперирован по поводу межпозвоночной грыжи анамнезы это общее рассмотрение родился третьим из 12 детей образование средне специальное строительный техникум служил в армии с 1959 года там уверовал в бога после проведения СПФ был комиссован является проповедником православной церкви семейный анамнез женат это общее название амнез от нее болезнь а слово которое показывает общее состояние осмотр осмотр ну тут терминология слушайте внимательно сома соматоневрологический статус без патологии ну ладно Юля 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 хорошо соматоневрологический статус без патологии помедленнее среднего роста обычного телосложения одет небрежно носит бороду волосы длинные консакт затруднен из-за тугоухости больного речь понимает по губам отвечает на вопросы мышление замедленного темпа что замедленного она задает пока я сразу не отвечаю начальничек суждение суждение непоследовательное для того интересно активно рассказывает о написанных им книгах выступлениях знакомстве с администрацией города настроение ближе к ровному упорядочен психопродукции не выявлено диагноз органическое заболевание головного мозга сосудистого генеза с незначительным интеллектуальным мистическим снижением 2 марта 2023 год Гузеева Татьяна Сергеевна как она вам пришла говорю больной а он мне сейчас написал врач нужно активную половую жизнь я сразу матрас скойки снял только на полу спать буду говорю еще теперь нет нету где мы обошли это вообще никогда бы не знал мне кажется весь Барнолу больной сколько людей это ужас но кто еще что имеет сказать все понятно можно я скажу пару скопок Валера о себе извините я буду погромче говорить вынуждена была сменить место работы потому что на старом месте очень задерживали зарплату ну сами понимаете и нашла себе работу в федеральной пассажирской компании я буду хронически путешествующая прошу ваших молитв тетя Римма вы поймете что это РЖД железная дорога РЖД не опасно ну что опасно с Божьей просит помощь и прошу ваших молитв только с кем ты едешь и кто тебя сопровождает это работа Игнати Тихонович я сопровождаю людей проводник пассажирского вагона прошу ваших электрисы будут частые милый уже говорим о работе и все равно используем всякие медицинские термины хронические Галя сказала ну а раз уж так то это вообще можно сказать патологические дороги да помоги Господь так мы сдавали трехтомник вот такой вот Можай я не знаю с той стороны Москвы или где дальше все уже и оказался там ну брак вот когда выдавливали какая-то фольга китайская стала отставать и полностью заламинировать закончили теперь надо вывести вывести это не игрушка это большой груз очень дома просто бойтесь помолитесь чтобы все прошло как должно быть это надо нанимать и все проще и проще а там дорогой будет вести где-то оставлять в разных городах чтобы у нас запасные где-то были батюшка спрашивает какие вопросы мы все молчим так Валентина Алексеевна я слышал правда или нет что собираешься выезжать куда-то меняться квартиры что-то не из Миногорска так это или хотела но не получается ты не советовалась и ничего я очень очень прошу тебя кланясь не делай этого ты ни с кем мирно не жила фактически с одной сестрой ты не знаешь какие соседи будут кто будет ты не то что сама будешь себе желать смерти не трогайся с места надо поправлять там где ты ездила а не искать в другом городе который меня будут любить надо искать кого мне любить вот я как буду любить один монах 13 человек на монастыре за него семеро а 6 против он на соседний остров только поселился теперь семеро против него все я это скажу у меня в трудовой она пестрит но ни разу я сам не ушел это меня советская власть убрасывала один раз тут приняли ну уже второй месяц и меня не могут после освобождения устроить майор как сейчас помню вену называть железнодорожный район всех преступников устроил меня не может но наконец в одном месте устроил после обеда выходить я прихожу второй этаж отдел кадровки ну-ка иди сюда баптист вот так мою трудовую в окно выбросили и все вот времена были поэтому я правильно сделал что раздавили империю лжи это мы еще не терпели а мы все терпели вот как обращались с нами нигде работы нет а два дня не работают уже судят почему а ты не работаешь статья такая есть поэтому где я приехал я первым делом бегу скорее устроиться на работу хоть какую а другой нет работы прораба мне не дают на море был республика отошла вообще Латвии ее нету теперь как жить и никуда не пошел сторожем разрешили внеедостная охрана того района где я а у меня три дня свободная на жабе велосипед сумка с инструментом кому печь сделать и 40 лет делал печь по стране во-первых друзьям накормленные и денежек полно иначе бы это не издать вот в общем книги лежат по сегодняшним деньгам мне это обошлось издание в 55 миллионов рублей а вы ничего не считаете и не знаете а там такое написано люди которые считают забыли всю литературу и интернет не нужен мы все найдем здесь только одна к истинному православию 40 лет материал собирал на нее ну дело в том что уже там опасно жить сестра и с лопатой кидается и за руки хватает там опасно уже жить в общем не переезжай сиди на месте на месте как и камень обрастает на месте невозможно опасно я сказал все я знаю тебя и скажу что у тебя будет во много раз хуже труднее ни друзей ничего нигде не будет а тебе тут молятся ты рядом как-то кто-то не едет не делать ты никуда от самой себя не убежишь срая не ужилася которые были у нас но ни с кем нету с твоим характером сидеть надо лишний раз нигде не выступать не по мне сказали за всю историю единственный человек женщина которая меня за грудки брала ну что брала почему вы так не оправдывайся почему вы так я просто хотела чтобы что-то вы мне сказали не остановить как будто я вот на вас нападаю если остановиться не можешь это беснование не руководишь артум я тебе зла желаю что ли я тоже знаю у тебя двое отец с матерью куда ушли сектанты вторая сестра что сделала с тобой покончила у тебя наследие все такое как говорят дьявольская аура родители вдруг перешли 50-ники там полное беснование идет тебе надо молиться сидеть тихо-тихо то за электричество то соседей не так то многое вот мы думали говорили что делать тут дом рядом ничего не надо делать его убрали смири только помолились его духу нету вот вы знаете вот вы меня вот там как я живу вы знаете только меня никто никогда мне не надо слушать тебя я сказал ты не обдумал даже секунды одной и уже вопреки говоришь никто меня не выслушал все я высказал почти пожарел что сказал надо и меня выслушать сейчас не остановить тебя вот так как ты с соседями и с властью так живешь при моем положении ко мне расположены все до самого верха представь себе начальник КГБ он подполковник моя матерь говорит вашего сына я вырву из тюрьмы это вообще вещь неслыханная он приводит меня в освобождение я его так порвал и выбросил я хочу в суд пойти всем рассказать о Христе и он меня привез домой вместе со следователем помолился вот как Бог делает Баварин входил в десятку лучших мер в России а он самый близкий был здесь как бы не он этого не получили почитай на стене висит что он написал надо жить мирно искать этого смотри какой у нас митрополит ты видел нет когда прощено воскресенье идет очередь тут 30 священников он меня такой увидит в руках кресло так вот руки раскидывает такая улыбка что это означает Бог сроднил это митрополит а я никто он мне звонит может прийти я пришел я говорю сейчас 8 минут бесперерывно говорю за столом сидим тут священник кто сейчас 8 минут я в конце говорю Владыка ну вы-то мне что-то скажите это все записано идет съемка ох Игнатий Тихонович золотые слова прошу не умолкайте до тех пор пока Господь не отзовет вас надо думать кто затребовали обо мне из Москвы и он дает такой ответ человек пожилой уважительный там ну то другое и поэтому требует в себе такого уважения за ними ничего не обнаружено ни искажения веры и теперь документы везде в интернете его Бог послал сюда почему молились повторяю молились и когда тебе кто-то скажет тем более если есть где-то мужья говорить нельзя я сказал господи помоги запомнить я потружусь сразу объяви пост и хотя бы недели две подумай что я сказал и как ты будешь Бога потом благодарить поймешь что лучшие друзья друг не тот кто медом мажет а кто правду в глаза скажет надо уметь выслушать ну опять же ты языком совершенно не управляешь ваше свадебное путешествие на ночь не хватает уже с полночи разводитесь какие свадебные путешествия как будто тебе в рот стреляют стрелой начиненной ядом каким-то ты выплевываешь все слова я сказал ты подумал сейчас ты как говорю и ты не можешь промолчать на дорогу едем тебе нужно какой-то вопрос и при всем которые в машине сидят ты меня хватает отвечай сейчас то я потом отвечу отвечай сейчас мы с тобой ездили в Москве были сколько дороги было высаживай дорога я тебя нигде не бросил мы жили рядом у тебя добрая душа я когда ездил сколько тебе все помогало но я не хочу чтобы ты погибла запомни это выручься с этого места такого не будет родная сестра с тобой живет мира нет племянников неизвестно где то есть кавардак а ты я не уйду вот я не ушел в течение одного места разрешилось 1380 рублей а до этого ходили это сейчас свет наверное или за счет не высчитывают у нас Лев Николаевна за счет за нас не высчитывают да в процентах ну пока по воде мы три года платили за чужих людей которые были прописаны были прописаны но вода задоблена за боль а сейчас не платишь нет это все Любовь Николаевна она меня водит и я вам же стою рядом только с ней она везде все она знает законы Бог послал ее и не где-то а живет через стенку вот эти книги я бы не сдал как бы не был хороший человек который работает помните на фонаиле было а он у меня на втором этаже на кровати лежит я только что-то подумаю делать и Господь мне сразу человек этого дает кнатину по-другому мы сегодня все вместе присядем первый раз так не убегай убежал не вон пошла кто-нибудь пополнился ее курировать поговорить там как-то маленько утешить она всегда такая была про нее написано там в книге только хотел сказать сестра скачала побежала Игнатий Иванович если кому-то что-то в глаза говорит что называется бьет по голове и по заду принимайте с терпением губы сомкните хоть кто мне Игнатий Иванович тоже как говорится перепадало слава Богу зря Игнатий Иванович не скажет это наставление нравоучения как говорится на основе мудрости и молитвенной и житейской поэтому принимайте все я помню мне Игнатий Иванович уже что лет прошло говорю такого как ты я бы в бригаду не взял будь я прорабом или мастером я это запомнил значит надо выводы делать ты поступай так чтобы тебе больше такого не сказали и вообще даже если ты не принимаешь чье-то наставление раз уж ты такой гордый ты тогда сам задумайся ну тогда на основе своей какой-то мудрости если ты попал в какую-то трудную ситуацию объясни сам себе как ты в нее попал по какой причине что этому предшествовало что ты оказался в этой луже или в яме как говорят чем отличается мудрый от умного умный знает как выбраться из ямы в которую попал а мудрый знает как в эту яму не попасть поэтому Игнатий Иванович объясняет как не попасть в эту яму слава богу с нами Игнатий Иванович еще здесь с нами и книги его с нами кстати раз уж я сегодня за кафедрой скажу немножко о себе как я попал надо сказать через книги Игнатий Иванович всегда говорит что это дальнобойная артиллерия а меня она можно сказать в упор расстреляла я когда услышал что Игнатий Иванович пишет книги а тогда еще было изгнано максимум 3 или 4 тома и говорю как человек пишет книги для меня это вообще был какой-то супер человек потому что я книголюб я через книги пришел по большому счету и вдруг я узнаю что человек пишет книги но это какой-то сверхчеловек это не может быть обыкновенный человек ну в общем-то так оно и есть и я когда получил первые книги я просто принес вот эту драгоценность тогда уже 6 книг было оаа я стол помыл почистил все разложил ой какие у меня книжечки все такая у меня была радость я это запомнил это было лет 20 назад все прочел нет еще не все ну кое-что я перечитываю а до чего-то как говорится еще не дошел но даст Бог поживу еще и прочитаю вот сестра принимай все сказанное не все все не принимаю пока не принимаешь потерпи помолчи потом примешь за собой зря ничего не говорится меня же тебя сразу разрывает враг ты не можешь молчать ты мудрый помолчи вот мне сказали вот мне сказали я пошел обдумал посоветовался с юристами все говорят нет бесполезно тем более свои ездят я тогда начал молиться Львов Николаевна меня ведет написали куда отправили нет прошу мы пошли и говорили нет это не сразу они все на месте там и смотри они в отдел юстиции позвонили посмотрели сверили смотри какое прекрасное а Баварин в один день познакомились или нет уже за 11 дней до смерти я захожу в краевую городская администрация и в тамбуре ты как заходишь с ним какой-то небольшой человек идет в Кемеровскую область он вы знаете кто это а кто да Лапкин это же а то ты знать не знать да он что сделал мы коммунисты строили коммуну не получилось он коммуну построил вот такая деревня понимаешь какие люди надо быть очень внимательным у меня три канала в ютубе попутно скажу на одном канале только ролик это отдельный фильм свои 23 тысячи а просмотрев просмотров 81 миллион все понимают это не на в угле написано не спеши мне приходилось беседовать когда я три месяца был в одном помещении с людьми и все думали я глухонемой ни одного слова ни одного звука вот и все и Господь новых людей находит вот сейчас которые нападали нашелся священник доктор богословских наук я боролю тут ни одного нет такого и он пишет принимают Клапкина по-разному но тысячи человек тысячи пришли в православие через него это вы куда денете и все заглохло сразу недавно от потерянка получаем письмо там добивались чтобы аудиенция лично с ними побеседовать чтобы большая польза ему была ну остались на то что популярная фонда мешает что за бабушка сказали что сразу дай-ка я запишу так дома буду об этом молиться по-другому о котором наверное в рот разрывается это беснование знаете Тихонович вы не слышите я говорю доказательства люди люди не дают слушать будняли ты разговариваешь с мужчиной ведешься у тебя как детская ему сказали ну раз ты не можешь от людей ты не стыд делишься никого ничего ты уже привыкла состояние твое какое люди говорят я говорю не вернайте слушать даже сейчас попробуй не дергайся сядь на место сядь ну еще удивляйся что на один день замуж выходите я определенно говорю четко на сегодняшний день как выстили положение молитва молитва и ты просишь людей они знают и сочувствуют даже мусульмане прислушиваются мусульмане и друг другу передают и потом приходят а я вам материалы скину и дальше идет беседа один приходит говорит я в православие пришел еще привел несколько человек а это совершенно другая вера я сколько из пятидесятников баптистов адвентистов вот ходила адвентистов ходила или свидетель ягова да она не русская а рахиль за гидулина казашка свидетель ягова который один раз на нас только наткнулась приехала я говорю не ездить сейчас зима нет а то вы умрете я с вами не спишусь вот какие люди ну знаешь слышала ну знаете доверяться надо Богу только и всего вот мне начинает там где-то кто такой я в википедии дальше перечисляется там поэт писатель я ничего этого не знаю я знаю что я ничто но Господь приближает вот у меня готовится я мог бы издать поэтому так с деньгами это издали сейчас там сколько миллионов ушло а теперь у меня 4 тома стихотворений каждый том 800 страниц стихи на 800 страниц не бывает никогда они вот такими вот маленькими 120 там ну Юдалевич тут писал Марк Иосифович а тут каждое стихотворение 36 строчек 9 куплетов эпиграфы из Библии все от корки до корки ну полностью вот так вот занят и 4 тома люди-то не понимают и спрашивают ну как это может быть я отвечаю это написано за 8 с половиной лет а что было понятно что это сколько написал за всю жизнь Пушкин Лермонтов Некрасов Александр Булок так у них маленько поменьше это нельзя никак меня же спрашивают где-то в литературном институте как это вы такую тему берете если рассказать вам хоть одно стихотворение Святая Русь Святая Русь когда была святая скажите дату срока имена во свете Библии под эти коростали останется вино вина война хватали все от севера до юга до порта Артура оспа островов все подгребли саму тайгу и в югу и расплодили нехристи воров кто хуже нас сокровища земные тронжерец жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и Чечне на наши земли вожделения зависть облизывая смотрит миллиард весь мусульманский мир там до ворольцев запись у нас отнять за счастье каждый рад о боже проповедников пришли служение Богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренной нам не Русь святая а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры положили на музыку там вот я показываю как во время молитвы послушайте во время молитвы у меня как проплывает строка а у меня рядом лежат бумага и всегда ручек несколько я ее нету я ее чувствую это я не могу объяснить и там написано рыбацкая шхуна с волнами боролась я тоже на молитве сразу пишу рыбацкая шхуна с волнами боролась все остальные купляты потом при том на все стихотворения бумагу пачка продается 500 это 7 пачек до единой строчки записано и нигде ни одной помарки нету все с чистого листа пишется вот рыбацкая шхуна с волнами боролась стремительно крен возрастал смятение росло но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал волна через корпус не раз пробегала был лопасти виден плавник как тушу убитого кем-то фенвала корабль под ударами с них остались минуты а дальше развязка объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем вы подумали наверное лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне на жизненной грани на жутком изломе на вечной девятой волне иной клянут капитана стармеха проклятия всем и всему окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну когда мой корабль опрокинет пучина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других их я улег за собой это все написано на одном дыхании и таких стихотворений 3467 слушаю я хотела немножко рассказать как я ваши стихи читаю берешь одну строчку прочитаешь и потом каждое слово каждое слово читаешь и такие картины всплывают то есть воображение начинает играть и понимаешь что в каждом слове там такая глубина вот это и картинка за картинкой за картинкой погружаешься в это стихотворение и вот так вот дух захватывает и хочется поделиться с кем-то это невообразимо просто это вот ваши стихи они какой-то магической силой обладают они воображение разыгрывают у человека вот я там в литературном институте был где Вашанин ведет ну по одному я просчитал еще прочитать а дорогой которые написали и 4 стихотворение вы знаете впечатление такое ворвался ветер все наши окошки открыл а почему вот еще скажу может не придется такое автобиографичное знает примет мне к себе своим воображениям все то что просчитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищникам меня Бог сделал мышкой ни час ни сутки но сплошная жизнь на выходе Не в ходе, за обедом стреляют точно в лоб И давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, Петля и яд меня не захватили, Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след к моей ступни Не раз петлял по шахтам, гротам, По лагам, отвалам и следует святых, О ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной дойк, бешеный Саул. А они разведали шлеме Мета Криды И штаб-квартира Избор Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине Последний раз смотрю из-под реки. Враги с собаками, с бинокрами, в машине Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощать, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Умер. Аминь. Аминь. Алилуйя. Алилуйя. В этой книжке есть это стихотворение о Руси? Книги. Есть, все есть. Все. И вот у меня спрашивали, где темы берете? Я показываю нау, красный угол, где молимся. Иногда бывает молитву не кончат. У меня вторая строка пробегает. Я тоже сразу писал. Все, два стихотворения на небо. По девять куплетов. На любую тему ты скажи. А вот он сидит молодой, складывал, маленький обороток написано. А вот фотография, а вот икона, а вот окно. Вот кошка, голубь, корова, собака. Обо всем есть. И не просто там, а там, вот она как говорит. Ну тут я считаю самый лучший знак только моих стихотворений. Игорь Владимирович Добунов. И тот с третьей попытки только. Тогда как дальше открывается, что там за... Я сам другой раз, когда написано уже, я начинаю читать, смотреть. Смотрю и сам читаю стихи, я первый раз как будто их вижу. Вот так. И себе ничего не могу приписать. Это называется вдохновением. Верующие это трактуют, что Дух Божий водит твоей рукой. Но есть и неверующие писатели. У них тоже вдохновение. Ну муза. Паустовского спрашивали. Как вы пишете? Он говорит, а мне кто-то сверху шепчет, я записываю. Скорее всего, да. Писатели как говорят? Чтобы писать, нужно иметь 5% таланта и 95% трудолюбия. Вот так утерла девочка, стирая пот. Трудолюбие на первом месте стоит. Книги писал когда, а там костер каждую пятницу. Кажется, ни разу не сходил. Купаться люблю, ни разу не скупался. Времени абсолютно нет. День у меня... На сон уходил два сна и часа. Постепенно уменьшал, уменьшал его. И вот это за не полных 9 лет. 38 томов. Это вообще... Вот я как сейчас помню, 13-й том вышел и подходит в ГТУ занятия. Любовь Николаевна. Так. Подходит и говорит, поздравляю, какой вы счастливый. При жизни, видите, обычно как если подал там, никогда не дойдет. Вот у меня 13-й том уже вышел. И когда на презентации было 4 тома, помните, академик был там, Семкин, Борис Васильевич, проектор. Считает, самый умный профессор у них был. И он какие отзывы дал там есть. Там вообще... Это можно сказать человек, который просто движимый Духом Святым. Как он с самой глубины коснулся, о чем я говорю, какие моменты, насколько это трудно. И при том я говорю и делаю это. Вот самое главное. Это твоя дочь? Он сидит. Я говорю, который у нас Аин. Анаит. Анаит. Инаит. Анаит. Анаит. Она похожа на нее. Очень хорошая армянка и готовится приехать. Я хотел бы, чтобы встретились вместе с нас снять. Точно. Так, батюшка объявление сделал. Назначалось на 9 июля крещение, везде, чтобы знали. Батюшка, что-то у него такое важное, перенес на 16-й. Никогда этого не делал. На 16-й. На одну неделю, иначе, говорит, вам придется сидеть и ждать. Кто-то уезжает. Ну, не знаю. Я пробовал узнать, он не говорит. Вот видите, как много нас сегодня Бог дал. Ой, как хорошо. Можно я с ним? Галя. Слово Галя. Я хотела спросить, у наших детей дробот. Мы понимаем, что папа о них вряд ли заботится. Думаю, мы должны иногда хотя бы спрашивать не только, как вы учитесь. Хватает ли вам на питание? Хватает ли вам на проезд? Вот двое учеников, они не работают. Они, ну, кто-то подрабатывает, я слышала. Я работаю. Ты работаешь, да. Все ли вам выпадают? Если на проезд, на питание голодные, не ложитесь вы спать. Вы, если что, сигнализируете, хоть тихонько, хоть кому-нибудь. Кому доверяете, если что-то трудное, но вы говорите. Мы вам не безразличны. Что мы там в концерте жили? Достойно есть. Да. Да. Достойно есть, я кого истину. Блажите Тя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога Слова Родшую, Сущую Бога Родицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, От внутренних расприй, От беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, Пусть покаются в небрежении своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, авва, отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Милостив Господи, примь нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед присолом благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих для Тебя на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и соблюдающий его от уничтожения, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, Господи, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговской страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них и о незаповедавших. Отверзи им двери покаяния, ибо прощение на земле только. За гробом нет примирения и покаяния. Тебе, Боже, хвала и слава. Честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хотел сказать, вот смотрите, сколько мы ездили оттуда до Владивостока, Барнаула, и потом Португалия, Скандинавия, Прибалтика. Турция, Греция, Север. И нигде, ни разу, которые у нас были люди, чтобы были против нас. Один раз задержали в Германии. Виктор сидит, а у него очки, и он чуть в пропасть не скатились. Ставлю, раз, откуда они взялись, полиция, полицию. А в полиции стали проверять, откуда стекло выходит на боку. Фонариком все проверяют, наркоманов ждут. А потом, ну как могли там, по-немецки я сказал ей, а куда едете? Мы сказали, они с Артисон сразу, Валентина Дмитриевна, соединились. А на Катаяне дождусь, где гости мои. И они вперед нас ночью на дорогу выводят. И везде было. Даже в России, мне ни разу не было такой, чтобы милиционер, или СКГБ вслепился. Никогда не было. И всегда все помогают. Я просто хвалюсь моим Господом. От нас это не зависит. Но я называю первые лица в крае. Губернатор, мэр города. И они в наше дело прям вникали. Вот здесь, на стенке, посмотрите, мы фотографии стоим. Это от Бога зависит. Валентина-то нет? Нет. Она здесь. На руки возьмите, Марина. Простите. Вот коридори. Чтобы Господь помог ей. Господу слава. Аминь. Аминь.